итак мы запустили машину теперь залогинимся и посмотрим как можно работать с репозиторием пакетов пишем пароль enter логинимся мы сейчас поработаем в графическом терминале можно точно также работать и в текстовом терминале если вам это больше понравится но сейчас попробуем графический и так на приложение терминал раскроем терминал на весь экран я изменю параметры терминала добавлю создать профиль профиль демо назову и параметром увеличу шрифт поставлю 18 кегль чтобы вам было лучше видно сейчас смотрим лс нет наверно еще поднять кегль нужно а мы должны переключить были профиль на демо вот так вот все видно итак мы должны работать с репозиторием для этого нам нужно перейти суперпользователи есть два варианта перехода суперпользователя это или су или судо судо редхэт использует су и судо не настроен просто-напросто скажем дебиан и к пункту использует судо и там это настроено и так су минус после су черточка означает что мы сохраняем переменное окружение вводим ротовый пароль так пайки вот мы зашли решетка означает что мы суперпользователь давайте сначала посмотрим где у нас файлы репозиториях находятся это в цитара с помощью табуляции дописываю юм репосты у нас тут следующее у нас файлы репозитория например центов бейс это основной репозиторий центов и вот у нас есть файл центов медиа который описывает как подключаются репозитории локальные давайте мы сделаем лес центов медиа вот тут у нас видно что мы подключаем на медиа сидером медиа центов или медиа сиди рекордер на одну из этих записей подключаем сидером с репозитория мы собственно там его и подключали так теперь мы посмотрим как выглядит центов бейс тут у нас описаны основные репозитории это основной репозиторий бейс репозиторий обновлений апдейт репозиторий экстра информации и центов плюс это дополнительные пакеты на акцент осу которые могут конфликтовать какими-то сторонними пакетами центов плюс плюс у нас отключен написано она и битнул на всех репозиториях у нас включена проверка ключа что-то правильные репозитории давайте посмотрим список репозиториев сети юм репа лист вот у нас список репозиториях бейс экстрас апдейт смотрите они воскресательными знаками обозначены потому что когда мы устанавливали репозитории были на диске сейчас он ищет на диске их не находит но вот то состояние которое в каще сохранилась нам сообщает при попытке обновления он не найдя их считает сети репозитории и эти значки пропадут и мы будем работать с сетевыми репозиториями давайте мы попробуем установить какой-то пакет предположим мы знаем что пакет имеет в названии часть юсер давайте напишем юм вообще юм если просто набрать то мы увидим список его опций shift page up page down мы можем листать и так юм сетч юм сетч ищет какую-то строку которая будет являться именем пакета юм сетч юзер и вот у нас выдала достаточно большой список пакетов где в названии или в описании есть слово юзер предположим мы хотим поставить пакет nmap юм сетч nmap вот у нас несколько вариантов этого пакета мы хотим его поставить давайте поставим вначале мы посмотрим информацию по пакету юм инфо nmap это полная информация он доступный пакет то есть не установленный установлены установим юм инсталл nmap сейчас он обновит кэш вот эти репозитории которые у нас тут стоят он обновил список этих репозиториев синтос мирор показал какой пакет он может установить и спрашивает устанавливать его или нет с сейчас он скачает этот пакет и установит при первой установке у нас спрашивает верный ли ключ мы говорим что ключ верный все установлен давайте мы info nmap у нас написано что это установленный пакет он установился но у нас когда мы просматривали nmap у нас был список из нескольких пакетов предположим мы хотели бы установить все их сразу напишем install nmap звездочка звездочка заменяет набор любых символов поскольку у нас в решили это делается то чтобы сам шел не воспринимал то звездочка звездочка воспринял юм мы ее экранируем бэк слышим вот nmap фронт-энд ну давайте тоже его установим вот так и теперь удалим установили и удаляем давайте с помощью римов римов nmap тут мы видим что поскольку nmap фронт-энд зависит от nmap а удаляется сам nmap то пакет который от него зависит перестает быть функциональным следовательно его тоже нужно устану удалить он удаляет оба этих пакета так мы научились искать пакет мы устанавливать и удалять мы можем запустить на просмотр список всех пакетов предположим мы хотим посмотреть какой-то пакет ну например пакет ядра вот у нас установлены пакет и доступный пакет в апдейт более новый мы можем его обновить юм апдейт верну вот он просмотрел все зависимости и обновлю предлагает обновить кроме самого ядра еще дополнительной зависимости давайте обновим их вот она скачивает и обновляет дополнительно мы можем обновить всю систему тогда мы должны дать команду без опции то есть не показывая какой конкретно пакет мы хотим обновлять сейчас мы это сделаем сейчас он обновить ядро скачивает все дополнительные пакеты и устанавливает их тут нужно понимать что мы конечно ядро обновили но ядро станет действующим только после перезагрузки системы есть возможность работы с замена ядра во время работы системы то есть без перезагрузки но мы это не рассматриваем тут так сейчас он все установит посчитает все то есть вот так вот мы обновили ядро естественно что он скачивает все пакеты он скачивает все пакеты в каталог в кашовой и потом удаляет а теперь давайте а теперь давайте мы сделаем апдейте системы и так это юм апдейт запускаем он проверяет достаточно большое количество зависимостей за этим можно долго наблюдать и еще дольше будет ставится семьсот три четыре пакета я с вашего позволения не буду обновлять н по умолчанию enter нажму он откажется обновлять а вы можете обновить систему кроме отдельных пакетов мы можем работать с группами пакетов для этого есть некий интерфейс работы с группами группы это как бы мета пакет в котором находятся подключены разные пакеты юм граупс лист вот список всех групп пакетов во все конечно во всей документации они идут на английском тут по-русски идут английский поменять поставим язык си и у нас все по-английски стало итак предположим мы захотим установить вот basic веб-сервер тем крауп лист это у нас стандартный веб-сервер давайте посмотрим информацию по этой группе поскольку название с пробелами мы кавычки включили выделяем мышкой левой кнопкой и средней кнопкой вставляем вот у нас опять shift page up page down просматриваем вот у нас описание и что он содержит в себе то есть что этот мета пакет подключать дополнительно давайте мы теперь установим этот пакет grab install вот установка этого пакета ну основа конечно это сервер апачи он называется тут хеттпд соответственно поскольку сейчас все через ssl мод ssl ну и соответственно open ssl то есть все необходимое вот мы установили у нас он стоит а теперь мы решили что нам не нужна эта группа не нужный мета пакет вот видите он удаляет ssl это системная библиотека она нужна не только для этого пакета он ее не удаляет тут как сделать чтобы удалить и и те обновления которые мы были мы хотели поставить значит давайте посмотрим у нас open ssl установилась это обновление обновление было мы можем сделать следующее мы можем посмотреть историю history и отменить вот это действие инсталляция и обновление и отменить скажем вот это вот действие последнее юм history undo шестое и вот видите что он удаляет все а поскольку open ssl он останавливался в рамках обновления существующих пакетов то он не может их удалить но давайте удалим с помощью grau-primov и так удалили эти пакеты теперь давайте мы хотим установить программу xs естественно мы первым делом ищем ее мы не можем найти эту программу какой вывод мы из этого делаем что нет такого пакета который назывался как эта программа но в каком-то пакете есть такая программа для этого у нас есть поиск называется provides то есть какой пакет предлагает данную программу итак итак смотрим ищется по всем пакетам обновляется база пакетов вот у нас есть такой файл и он находится в пакете xorg x11 apps ну какая-то версия этого пакета давайте мы установим этот пакет ум install опять левый выделяем средний вставляем мы могли при установке задать флаг минус y это значит что он не будет нас спрашивать вот устанавливать или нет то есть мы сначала разрешаем устанавливать давайте мы посмотрим этот пакет вот установленный пакет запустим эту программу ctrl shift откроется и одна еще вкладка вот эта программа такие глазки которые следят за мышкой ну мы поняли что эта программа нам не нужна поэтому удалим этот пакет ну давайте удалим с помощью истории вот восьмая install history undo 8 он удаляет то что установил ну и теперь опять просмотрим этот пакет вот он попал теперь в доступные пакеты то есть он там был установленные пакеты вот мы делали лист вот установленные пакеты был а теперь он в доступные пакеты ум это на самом деле не более чем фронтенд для рпм а собственно пакета пакетного менеджера рпм а ум в основном что делает это строит зависимости между пакетами чтобы устанавливать не по одному пакету а все необходимые пакеты но можно если у нас есть какой-то отдельный пакет установить его и с помощью рпм давайте мы вот у нас есть у юма вариант download он для давайте мы скачаем nmap то есть вот так install но только скачаем так вот он скачал его все значит скачивает он в кашовый каталог cd var cache yum base это у нас пакет из репозитория base base packages это я все табуляцией прописываю ls вот этот пакет вот мы сюда перешли теперь мы можем установить этот пакет рпм минус у hv у это апдейт и установка в большинстве случаев они взаимозаменяемые в и выдавать больше информации аж чертить полоску установки вот из решеточек и этот пакет вот вот у нас установился этот пакет ну и соответственно мы можем и удалить этот пакет пакет рпм минус e nmap все удалили пакет nmap смотрите давайте юм лист nmap он стал доступным то есть его нету он удаленный системы nmap rpm позволяет получить больше информации чем юм ну да скажем более детальную информацию давайте посмотрим у нас есть программа dnmask есть такая нет давайте юм лист dnmask dns mask dns вот он доступен давайте мы его установим и с помощью рпм посмотрим разные параметры этого пакета и так во первых мы определим где находится этот файл исполняемый dns mask вот он с бин dns mask мы с помощью рпм по имени файла можем определить какому пакету принадлежит этот файл рпм минус q минус q минус q это квари запрос если мы минус q а то это как юм лист то есть список всех пакетов минус q f то есть файл и этот файл собственно если мы обратные ударения в виде ограничили поставим или доллар и круглые скобки то это запускает под процесс который исполняет то что внутри находится и выдает результат dns mask вот он нам выдал что эта команда находит принадлежит этому пакету можно получить больше информации о пакете с помощью query information конечно не файл а пакет dns mask dns mask вот информация об этом пакете кроме кроме самого пакета пакет содержит документацию исполняемые файлы документацию и конферкационные файлы документация у нас query documentation вот у нас документация мы можем посмотреть ее man dns mask man сам найдет где он находится вот выдал с помощью q выходим да значит и можем конфигурационные файлы посмотреть вот у нас два конфигурационных файла кроме того пакет при установке выполняет какие-то скрипты и мы можем посмотреть какие скрипты выполняет этот пакет вот содержание этих скриптов ну в принципе что он делает он подключает как сервис этот dns mask ну и в конце мы можем удалить как вы помните лпм минус е он удаляет только пакет вот мы уже не можем потому что зависимости и этот пакет оказался нужным для network менеджера ум remove нет мы не будем его удалять потому что он установился и так тесно интегрировался в систему что если мы его удалим у нас слетит часть системы не будем мы это делать не будем вот так вот опасно доставить пакет который вроде бы ничем особо не отличается но зацепился за всю систему dns mask это dns сервер легковесный каширующий который каширует все ваши запросы локально на самом деле тут он ругается потому что он интегрирован в network manager из-за этого он раз мы сносим dns mask он почему-то решает снести network manager то есть зависимости это строит он но не всегда очень интеллектуально ну вот на этом мы наверное можем завершить нашу работу вы разобрались с установкой программ освещения и управление его и и и и и и и